Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотри, чтоб цифры бежали там, не на пустоту работать. Ну, попросили наши занятия, которые в Потеряевке с 91-го года, со дня основания Потеряевки, озвучить. 123 занятия я провел по тематическим событиям. Гости приехали, значит, о гостях, кто такие гости. Вот о богослужении. Давай считаем. Богослужение. Это в лагере я проводил занятия, это не в храме. Когда у нас нет батюшки, он служит через неделю в Барнауле, мы без него стали служить не по чину, а сокращенно по времени богослужение, так называемое апостольское бослужение. Не апостольское, а так называемое. Как было при апостолах, мы этого точно не знаем. Мне кажется, что так примерно, как сегодня у баптистов. Это касается внешней стороны, порядка, понятности происходящего. Вот сказал, так называемое. И на это стали нападать, даже не кто-то, а наше. Ну, делайте вы по-другому, а ничего нету. Только нападать. Еще шерчает, а воля-то такая. Ну, батюшки нет. Ну, дальше батюшки нет. А стоите-то там щит, где произнесет батюшка эти слова. Ну, давайте как-то. И Витя Савченко написал это. Я дал архиерею нашему, и втихе посмотрел, ничего тут нету. Все такое же. Дальше. Батюшка узнал про это и почему-то о самом храме запретил нам. Правда, не мне он это сказал, а кому-то. Мне показалось, что батюшка был прав, потому как его надо сохранять. А нам ничего не доспеется. И стучится. Мы тут же переместились в трапезную, и там столы прокинули друг на друга и стали вести это служение. Согласны были все, кроме двоих. Чтобы все до единого были всегда и во всем согласны, так не бывает и даже, может быть, это признано ненормальным. Такого единодушия не было ни на небе, ни у апостола. Больше батюшка никогда нас не касался. Так как только он приезжает, то мы все стоим в храме, законопослушные граждане-христиане. Приезжал наш епископ, правящий архиерей Евтихий. Курочкин. Я ему дал порядок в пещернего и утреннего богослужения. Он просмотрел и абсолютно ни одного замещения не сделал. Сказав только, что когда священника нет, то люди молятся так, как умеют. И Леокаписто читает. А у вас все так же, и изменений никаких не вижу. Я напомню, что у нас есть люди, и особенно диакон Потеряевский, который упрекает нас, что не в храме мы собираемся. Если в храме особое место присутствия Божия, прямо преследовать стал. Мы собрались в другом месте тогда, размешаем тебе там. А он пришел, два человека, никого нет. И теперь перестал ходить вечером, вообще не ходит. То присутствия, никакого присутствия нет, все обман. То епископ ответил, что когда храма не было, может, на всю страну четыре храма и было открыто. Так как где же людям молиться было можно? У нас служба непредложительности одного часа. А когда батюшки нет? А остальное время идет проповедь на русском языке. Человека три-четыре за одно богослужение говорят слово по учению к народу. Кроме того, все псалатирное чтение и апостольское, и Евангелие, и Паримии, то есть ветхозаветное чтение, мы все читаем только по-русски, по синодальному переводу, 1876 года. Но когда был тут архиерей, то еще лучше получилось. Или это после ходатайства батюшки? Бог весть, но архиерей сказал, что и в храме можно читать по-русски. Аллилуйя! Это же интересно. Наш архиерей был против. Даже меня готовился наказать, то другое-то. И вдруг сам стал переводить те, которые не переведены. И в алтаре считает по-русски, батюшка приехал, сейчас говорит, Георгийский-Черкасов, Владимир, как писатель, приезжал к нам. И он потом писал, а как же так братьям Лапкиным пришлось уломать епископа, что не только разрешили им, а даже сам стал что-то переводить. Вот, ну, зазомбировали, как говорят, зазомбировали архиереи. Все, Гуру-то здесь сидит. Если бы люди боялись Бога, разве такие слова могли бы говорить? Надо сделать так, чтобы понятно было. Вот мы отошли, рядом прям здесь же собираемся, у нас с Саманной такой домик. И стали молиться. А там когда-то его строить, начинал милиционер, главный вражина Потеряевки. Думал ли он о том, что... Ну, а потом обложили кирпичом, там дом этот сделали. И там молились, когда батюшки нет, раз Дьякон против. Мы его послушали. А Дьякон хотел, чтобы полностью считались. А теперь, когда батюшка, Дьякон вообще не ходит. Не выходит нигде, ни на каком деле. Вот и все, доигрался. Полностью, абсолютно делается чужим. Нигде не участвует, ни в занятиях, нигде. Как будто его не существует. А нас гнобит. Но мы подчинились. В храме не стали, так называемая апостольская. Отдельно на дому, или в лагере. Или у нас на скворечнике. Разные места где-то было. Дальше. Аллилуйя. Это хваление Богу. Аллилуйя Библии встречается 21 раз. Хвала нашему Иисусу Христу. Мы так молились об этом. Мы так рады. Все были этому слову архиерейскому. Теперь же вообще апостольское служение у нас идет в храме. Так как епископ рукоположил сразу еще троих чтецы, чтобы они могли в храме проповедовать, народу говорить. Проповедь надо говорить. Славно так получилось. Мы нигде не выставляли себя. Вели тихо. И молились. И Господь внял нашему вздыханием. И теперь так называемое апостольское служение идет у нас постоянно. Когда батюшки нет. Удивляет трафаретное мышление людей. Трафаретное мышление. А в чем? Только мы начали думать, как сделать богослужение более понятным, как некоторые противники начали обзывать нас и самочинниками, и чуть ли не раскольниками. Это диакон как раз. В первую очередь диакон. И потом полностью его полное крушение произошло. Совершенное разложение. И вот сейчас архиерей там, ну как они, давят на него. И он сказал, мы у них там не числимся. Ну показать надо, что все ликвидированы русской зарубежной церкви. Все, благодати нет, батюшка не может служить. Понимаешь, это даже выразить невозможно. Там черточку сделали из списка. Вышеркнули, но надо наказать. Эти давят. Он говорит, ну вышеркните их. Я понимаю как. Больше ничего нет. Ни священник, ни запрещенный, никто. Все, благодать закрыта. Если к Папе Римскому не пошел ты, для них ты схизматик никто. А теперь с вами это будет. А теперь патриархия. Точно так же. Чтобы их признали, приняли. То есть селом давить, как при Осипе Володском-то. Казнить. Крестовые походы. Давить этих мусульман. Давить, убивать евреев-то. Но это же самое сейчас. Только нельзя этого делать. То же самое на нас. Ну посмотрите, какое у нас богослужение. Да ваше-то, которое вы там ведете богослужение. Сравните открытый двор, когда публично все. Не оглашенных, не выполняют, где выйти. Литургии верных нет, у них крестят. Вам рта раскрыть нельзя. У вас рот в крови и в гное. И вы посмотрите на тот чудный порядок, который у нас есть. И как не стыдно. А там благодати нет. А кто я? Миссионерские отделы. Самое злобное, самое жестокосердное, черствое. Это миссионерские отделы. Миссионерские отделы. Это богопротивное состояние. Нельзя этот отдел создать. Это имитация дела Божия. Подменить человеческими какими-то делами. Учатся. И они по полочкам что-то разлагают. Ничего этого нет. Это дар Божий. Он есть или нет. Нету таланта, ничего ты и не сделаешь. Ну нет музыканта. Не можешь написать пятую симфонию Бетховена. Или как Бах написать. Ну нету. А если есть, значит бог тебя избрал. Молись об этом. Дальше. Знают они, что мы на этом не остановимся. А мы остановились и не идем дальше никак. Ага. И они поворачали и теперь стоят и дуются сами на себя. Духовное состояние людей заметно различается у тех, кто ходит и кто зазирает приближение к Богу. Кому-то и надо, чтобы только отстоять, кинуть головой и уйти опять на воблаженных успениях. Смотришь на лица неприходящих. У них на лицах виновность и у вас о них жалость. Батюшка нас умный и осторожный. И тоже не пошел дальше преследований нас. Так все и затихло. И идут апостольские богослужения в его отсутствие. А он приедет, попросит записанные проповеди и сами богослужения и ни слова. Я отошел вообще сейчас в угол, чтобы дать молодым расти. Но они иногда ленятся или самоладушничают говорить. И я не стерплю и выдвинусь за свою исходную позицию и скажу слово. То есть меня никто не запрещал говорить проповедь. Никто. Я ни на замечание, ни на отключение, нигде. Просто дал молодым. Но если меньше двух проповедей за богослужение будете, я немедленно выйду. Батюшка кому-то вначале даже сказал с угрозой об отлучении. Я тут же возник. На каком основании? Покажи канон. Батюшка тут же дал попятную. Да так я погорячился. Простите меня. Он в этом выше нас оказался. Аллилуйя. А что он так возник, так это все от поповской гордыни. Да как же без него? Да как же и без тебя? Да мы и не против тебя. Но чтобы Христос милостивый был с нами всегда. Батюшке отца Якима хорошо знакомый священник Иван Суворов из Тулы пишет мне. Из Тулы. Тулы. Из Тулы. Пишет мне, что от него прихожане на автобусах едут к отцом в Росте в Иваново. Иваново. И он бы хотел мое мнение об этом Архимандрите знать. Он приезжал сюда, он Алтайский Архимандрит там в Росте тут был, и ночевал, и в лагерь не раз приезжал. И что он уже расспросил и узнал, что ничего особенного у этого начальника женского монастыря и нет. А мои прихожане туда едут. Я отвечаю ему. Даю тебе отец совет, а ты его постарайся выполнить. Сезди-ка к отцом в Росте и побудь там. А что твои прихожане туда едут, значит все же что-то есть там. Это тебе уже есть о чем задуматься. Вот я с вами провожу здесь занятия. Учу вас, напрягаюсь, а вы бы собрались и в следующее воскресенье поехали все. Или двое в Корщино, или в Кадниково, к тамошнему православному... К тамошнему. К тамошнему православному Августину, или к Павлу в камень. Заденет это меня или нет? Репертуарщик надо маленько менять, а то только душат стоянием у чудотворных икон и у мощей. Я еще читал об этом, не Луначарский, а там один там Станиславский или кто-то встретился с освященником. Освященник говорит, ну вот совсем перестал в храм ходить, пустые. А он говорит, у меня театр переполняется. А батюшка, репертуарщик маленький менять надо. Дальше. Жизни надо дать побольше. Люди будут избирать что-то лучшее. И нужно, чтобы была такая возможность выбора. Пишет, что не нашел у него той прозорливости, что люди говорят. Я говорю, а я многое нашел. Но не говорю, что нашел. У него есть дар слова, но есть много побосенок, прибауток, мякины православной. По слову Божьему, он прямо почти не ведет. Внимание людей он умеет захватить даже глупыми, но как ему кажется оригинальными вопросами, типа, что он задавал моим ребятишкам. Чем твоя мама отличается от коровы? Представь себе, архимандрит. Вот монах, все знает наизусть. Голых нарисует, зажмурившись. Издают его книги. А там столько завихрений, ему придется за них на мытарство спотыкаться. А сам по себе человек он хороший. Покажи это мне во свете камня Христа. Отблеск его света есть ли? Или потускнело? Вот так и относительно богослужения. В Библии это слово богослужение встречается всего семь раз. Он прижал, говорили, все, и он как ведет там, и здесь. Послушал, как я беседую с текстантом, так он прямо ухватился. Да нам-то схоластика одна ваши слова пощупать можно. Немедленно это надо публиковать. Он очень живой, открытый. Вот я сам в Руси говорю, где приезжал здесь. И говорит, племянника покрестил. Я говорю, он верующий? Да какой он верующий? Ну, племянник меня спросил, а сколько будет продолжать себя крещение-то? Ну, я сказал, так минут десять. Он, говорит, подумал, так папироску закурил, так бросил. Ну, давай скорее тогда, чтобы до второй папироски. Вот так. Пошел. Порог Иеремия. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые потребляемые были при богослужении, взяли. Украли, вытащили. Римлянам 9 глава. Вот, все от еврея взяли. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Еврея. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. Так же окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные. И Римляковейская. И отвечал Матафии. И сказал громким голосом. Если все народы в области царства царя послушать его, и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеление его. И не послушаем мы слов царя, чтобы отступать от нашего богослужения вправо или влево. Нигде ни одного слова о новозаветном богослужении нет. Сразу от ветхозаветного переходит к небесному. Заветного нет никакой. Все. Что есть у нас сейчас это все из ветхого завета. Переделанное не в новозаветнее, а в небесное. Про богослужения написано сколько типиконов, актоихов, мини праздничных и прочее разное. Каково точное число книг, чтобы они вмещали и архиерейские, и патриаршие служения, и на венчание царя, и на его коронацию. И круг на 532 года, полный с постными триодами. Все звонки, алтари, все подражательно на ветхозаветнему. И также все зашифровывают, когда как Спаситель своей жизнью и крестной смертью 2000 лет назад раскрыл, сделай ясным, как Божий день. Криблина 16 глава вся почти посвящена приветам от знакомых. Что это так важнейший порядок богослужения? Как и что на них читать? Конечно же нет. Или о платках на головах женщин Павел пишет, о языках разных столько говорено, о богослужении во всем Новом Завете ни единого словечка. Почему? Или во всем этом полностью доверялись Духу Божию? Или уже ясно было написано в деяниях апостолов, что никому в голову не приходит, придет менять столь ясно там все, что были беседы, проповеди, молитвы, и никаких мини и помини не было? Трудно ли дать этот ответ? В послании Коринфе нам Павел говорит о порядке, который был уже не в храме, а в собрании. Везде слово «собрание» звучит смело и не в укор. Это слово в Ветхом Завете произносится на страницах Слова Божьей 260 раз, в неканонических книгах 34 раза и в Новом Завете 19 раз. Слово «собрание» переводится как «церковь». В Ветхом Завете встречается только один раз в канонической книге и два раза в неканонических книгах и 109 раз в Новом Завете. Простая математика, все теперь наглядно видно, что означало там собрание, то у нас ныне перешло на слово «церковь». Нас должно же хотя бы раз в жизни заинтересовать, как же было у наших братьев в первоапостольское время, при богослужении, когда они собирались во имя Господне. И были там песнопения, и были молитвы, и была радость спасенных. Но как и похоже ли на наше? Не бойтесь задавать вопросы по Писанию. Я не говорю еще доброе или худое, но явно, что это человеческое пришло в церковь из собрания Ветхозаветных, не из Писания. А как там было, это мы увидим сейчас абсолютно точно. И скажем себе, хотели бы мы побывать там хотя бы раз, или нам это запрещено, как бы нас в связи с середиками не упрекнули бы наши владыки. Или все же посмотри хотя бы на видео, как, допустим, Тимофей заснял, и Луканом это сохранил за образом Божией Матери в Константинополе, и за неркотворным образом это лежало до наших дней. Увидим даже, как окна у них открыты в собрании. Отрыто написано. Деяние. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Я скажу, кто-то считает, он считает сейчас вот сколько, миллионов людей. Ну где слово Евтих относится-то? К нам это относится, наш епископ Евтихий. И теперь прямо сидел у окна и кувыркнулся, шлепнулся, заслушался патриархийной басни. Вот как можно понимать-то, и к их конкретно к нам относятся. И его слово собрание корежет. Нам ближе слово обедница, вечерняя литургия. Деяние 15 глава. Тогда умолкла все собрание и слушала Варнава и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И главное слово собрание не любят. Православное, почему? Так это колхозное собрание было. А при чем тут колхозное-то? Когда это в Библии написано? Апостол Иаков, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Ну как принимать бы вот? Перекоринфяном. В собрание ваше во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа. Евреевне 10 глава. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онова. Ну и пришел я как-то к старообрядцам, сейчас я могу маленько ошибиться, в Томске кажется, там старообрядческая церковь-то. Ну и заходишь там этот, перед тем, как заходить, как сени назвать или притвор, и там свечка галит, ну темно так совсем. А вверху надпись, и такими кривыми, как хоро-садранскими буквами, слава Иисусу Христу. Я смотрю там, и вот там написано, не будем оставлять, а вот написано, будем оставлять собрания свои. Я тогда вызвал, кто там, священник, я говорю, еще у вас тут, но он говорит, да народу так мало ходит. Я говорю, как будет ходить, когда написано, оставлять собрания, где? Да вот, будем оставлять, нет, а нету. Да как-то сын староста написал, да как же так, ну-ка убрать оттуда. Букву не, убрали, никого в храме нет, но люди читают, и не будем ходить в собрания. Вот интересно, какой диктат, старообрядцы, белокринецкая иерархия. Никого не признают, кроме себя, ни коня, ни это проклятые католики, еретики, там все. Ну и выпустили журнал. Один журнал-то на год, ну и мало. Ну выпустили, в одну церковь дали, другую нет. И вот старики-то собрались, поели там, попили, они обычно выпьют все, и говорят, маловато журналов-то. А давайте, братья, напишем мы нашему Олимпию, там, или тогда был Иосиф, архиепископ, теперь митрополит, а тогда был епископ. Чтобы, ну побольше дали-то, побольше попросить журналов своих, не журналов московской патриархии, патриарши, не братских, не баптистов. Свой старообрядский календарь. Календарь. Ну как сидело их 15 человек, 15 и написали, и отправили. Бумага пришла быстро, на редкость. Всех 15 отучить от церкви. Вообще, а фонареть. Всех 15 стариков, всех, которые подписи поставили, за что? Да вы ли нас учите, смерть да вонючая. А как простец, мирянин. А они-то болеют, умирают, а умирают, прищищать не прищищают. Там такая паника была. Они посылают делегации, одну за другой, говорят, по-прежнему остается, там не так рассказывали, там. Ну, наконец, уже, они уже, делегации просто идут туда. А они отвечают, да мы уже давно вам послали, чтобы вас приняли. А бумага не дошла или где, и старики-то с горя умирают. Это не диктат, это не тоталитарная секта. А если сказал, что голова должна быть закрыта, волосы не видно, тоталитарная. Ну, то есть совершенно дурью маются, невежды. Дальше. Дальше все. Выше, выше. Да. Прочтем, как они склонялись там на коленях. Лука. И сам отошел от них на вырежение камня и, преклонив колени, молился. Это нельзя, нельзя, то нельзя по воскресеньям, ну так правильно, раз нельзя. Вообще нельзя, это только на коленях молятся не коньяне, не мусульмане. Деяние. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Вот мы ему поставили Тавифа, запятая, встань, воскресательный знак. А в Библии написано, Тавифа, встань. Понимаешь, нет как? Интонация-то какая-то, воскресательный где стоит-то. Да. Дальше. Сказав этого, преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Ну, он молился и все молились, колени преклоняли. Это нельзя, просто что-то, особенно у старобрядцев. Поднять руки, хоть убей, поднимать руки не будет. А написано, поднимали руки и молились. Поднимайте руки без гнева и сомнения. Значит, в гневе и в сомнении, ну так и есть, в свирепости своей. Дальше. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, и детьми даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. Все преклонили колени и помолились. Ну, разве степископ, когда приезжает сегодня архиерей, ну, какой-то поселок или где-то, ну, где вы будете, чтобы падали на шею Павла и целовали? Какая шея? Вот только руку, а у папы только туфли, конец туфли. Ну что, не господствуйте над наследием Божиим? Я считал как-то, ну, проверять-то я не могу. Был такой кардинал, кажется, 73 языка знал. Вообще невероятно. Больше его никто не знал. Ну и какие-то аварцы приехали. Аварцы, это, ну, малочисленный народ. Вот Расул Гамзатов от них-то. Ну и сказали только на колени, представляете, горскому человеку на колени, последний метр на коленях, и подойти туфли целовать. А им надо, папа нужен был зачем-то. И один из них по-аварски прошептал так вот, так бы укусил его за эту туплю-то. И он этот аварский язык знает, митрополит сразу долой, выщелкнул их оттуда. Вот чудо какое. Ну, совсем на нас не похожее. И как бы с ними сейчас окажись там, не были бы согласны. Пусть вас не смущает временная преграда. У Бога все это так, ныне. Не как вчера. Тем более у Бога все живы. Историки интересуются, как воевали когда-то. Какое было оружие. И когда ставят фильмы, сколько консультантов разных, и много их, и по одной детальке восстанавливают прошедшую эпоху. А нам это не интересно. Мы вцепились в то, чему научены. И нам эти костыляки уже вплоть росли. Молились, правда, не по-нашему, но место колебалось в деянии. И ныне, Господи, воздри на угрозы их. Молитва какая была? И дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление, и на саделание всяких знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все духа святого, и говорили слово Божие с дерзновением. И главное, воздри на Ирона, на Пилата, вспоминают правителей, глянись, я сам на Путина, на Медведева, на Порошенко, давайте молитвам молиться-то. Ой, нельзя, вот так надо, букву одну не так, палец не так прижал-то. Вот это мертвая схоластика. 1 Коринфянам. Но когда все пророчествуют, и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. 1 Коринфянам. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Видишь, какие правила было. Какое богослужение было там, все-таки описано? В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, и сберегает, сколько позволит ему в состоянии, чтобы не делать сбором, когда я приду. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Жены в ваших церквах да молчат, ибо не позволено им говорить о быть подчинении, как и закон говорит. Видишь как, и меня были не унижены этим. Нормально. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Что значит преломляют? Причастие это или просто елю? Ну, никак не похоже на причастие. Преломляли хлеб, преломил, Христос дал им. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот это важно. Сегодня этого нет, вообще не было никогда. Как я не пропустил ничего полезного, а чему бы вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. А до этого Павел говорит, я чист от крови вашей. То есть не проповедовали, народ тут сейчас делает, что погибают, священники кровавые стоят. Кровавые, у них кровь капает с рук, согласно Слову Божию. Не учили ничему. Совершенно народ ничего не знает. Еще кого-то нападает, когда увидит, почему? Зависть съедает, в ужас приходит. Ну посмотрите, вчера у нас богослужение было, как стоят люди в храме, как ко кресту подходят, как кланяются, как одеты. Вам никогда не сделают. Даже вот один священник говорит, у меня маленький приход говорит, два человека только ходят, жена и две дочери. И он не может порядок навести. Уже меньше некуда. И у нас был, говорит, я когда увидел, как люди одеты, как служат, то у меня руки затряслись. Думаю, как я служить тут буду? Патриарша, сидим в патриархийной, там беседа была при епархии, и священники говорят, у нас ни одного нет священника, который ваш народ бы повел в атак, чтобы был он на своем месте. Дальше. А мы связаны храмами. А не мешает нам? История показала, что для Бога ровным счетом ничего не стоит в один день все это смести в угол. И пойдут опять по миру заблаговествуют тайны священники. Правда, их будет меньше, чем сейчас. И претензии к их несогласным с ними поубавятся. Сейчас идут смертельные схватки между Московской патриархией и зарубежной церковью. Это я говорил еще там 25 лет назад. А это как раз и не надо ничего. Им надо, пусть они их забирают. Им нужно храм отстоять, так, чтобы и все язычники это ухватили к себе. Чтобы и им там место нашлось. Нам это совсем не нужно. Не надо храмы держать. Отдай, собирайтесь по домам, написано, по домам. Ибо из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославляло. Вот это вот патриархийным никогда во веки и веков не выполнить. Ни старообрядцам. Посторонних никого не было. Закрыты двери. Ни одного. Вот у нас это дежурные во дворе. Дверь на запор. И никто даже в ограду не зайдет. Ни одного постороннего ни разу еще не было. Ни разу. Почему? Выполнил. Вот 5.13. Народ прославлял их. Да. Вот я получаю, какие видят. Вот это порядок. Вот это пение. Ой, как душой отдыхаем, смотрим. Значит, в душе у человека это заложено. А эти, что вокруг-то говорят, нападают. Ну, они помраченные злобой своей. Деяние 5 глава. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Тогда, если человек приходил к собранию, он слышал проповедь и всеми обличался, что худо оставаться без божести. Сегодня, если человек войдет в храм, его сразу же научат. Вон, кассе подойди, свечи купи казанской, владимирской и земельки матери на могилку. Вон, ценники висят. Как и за сколько сорока уст, сколько авто осветить, сколько за крещение. Сегодня в церкви огромное корыто с золоченными краями. Золоченными. Золоченными краями. И в него откнулись священники с архиереями. И никого не видят. В корыто воткнулись. А читают молитвы о корыстолюбии и мшелоимстве. О мшелоимстве? Другие не знают. Батюшка, я в мшелоимстве виновала. Что? Виновата. Говорят, а как? Ну, я работал на пеннин-станции, мышей травили. Лицемерно это чтение. И там эти люди денно и ночно чавкают. С ними их дети. Они неплохо устроились. Продаются и мощи, и частицы от животворящего креста, и платки, которые у Иоанна Тобольского ночевали на мощах. Да, за деньги все это. И маслица в бутыльке за ночь. В бутыльках. За цену набирают у мощей метрофания. И у Серафима котелок на голову болящем. И просфорки из его чугунка. Вода из Ганга. Святая индусам из Иордании святая. Вначале я думал, что главная вина к загибе русского народа лежит на церковнославянском языке. Но теперь вижу, что главная вина на богослужении. Про то, что к богослужению нельзя прибавить или убавить, про это нет ни слова. Да и как могло бы быть там это написано, если этого слова вообще и нет там? А о проповеди Слово Божие говорено и переговорено. Вот небольшой подсчет слов, указывающих на проповедь. Слово проповедь в Новом Завете встречается 110 раз. Слово благовестия и производное слово 84 раза. Слово Господне и Слово Божие 64 раза. Евангелие 29 раз. Возвестить 26 раз. Итого 313 раз столкнул нас Господь, чтобы мы услышали Его приказание. Какая статистика показывает. Я сравнил это, когда Коран проходил 18-й том. Сколько раз у них Инжил и Евангелие упоминается. Сколько Марьям у нас и у них. Сколько у нас Иисус у них Иса. Сделал сравнение. Евангелие от Марка. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Знаю, какая будет реакция на эти слова. А я ведь и не отрицаю богослужение. Только прошу посмотреть, кто ли оно место занимает, что ему предназначено. Или заняло оно место Слово Божие по воле человеческой. Ополномоченные по религиозным культам выколачивали из церкви миллионы рублей. Когда хлеб стоил 16 копеек, кирпич. И для чего это нужно было драть с народа батюшкам? Чтобы отдать беззаконным на строительство памятников. Вождю безумцев. Спросил адвентистов-субботников, сколько они платят. Они ответили, что на тарелку кладут у них в рубля по два заслужения. И какой там налог будет. Но они платят десятину и всем хватает. С десятиной никто не может снять налог. Потому что никто этих денег нигде не оприходывает. И их нет нигде. Бог будет судить нас по слову Иисуса Христа. Иоанна 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот почему я такой. Вот это слово меня сделало таким. Бог будет судить нас по святой Библии. Все. Теперь всякое угождение. Ни соборы, ни святые отцы, ни каноны, ни мощи, ни жития святые не будут на первом месте стоять. На первом месте вот в этом свете надо все смотреть. И что не сходится, это уже не мое. Благослужение нужно для верующих. А его сделали для всех с улицы. И потому никто не обращается. И никто не верует. И не родится в Слово Божие. И у нас в пустыне Сахара в храмах. Кто когда слышал, чтобы президент посылал к своему народу или своим подчиненным министрам зашифрованное письмо, чтобы никто его и не понял. А у нас в богослужении все зашифровано. Свеча, Таян, Креститель и прочее. Самое главное в жизни человека научиться разговаривать с тем Богом, в котором мы идем, чтобы с ним быть в вечности. Наш разговор, если мы его потеряем, ничего не значит. Разбойник Давид, когда ангел лишил его речи, сказал «Когда я всквернословил, Ты, Господи, не наказывал меня. А когда мне нужно Тебя славить, Ты закрыл мои уста». Это жития святых Давид такой был, разбойник. Господь помиловал его. Говорит, ну, с сегодняшнего дня ты будешь говорить. А как его ругаться, язык закроется. И Господь разрешил его язык только на словословие. Так это важно. Бог смещает уже вынесенный приговор, наказание, чтобы с Богом связь не прервалась. А у нас наоборот. Болтай сколько хочешь, а в церковь приди хоть раз в год, и тогда научись только стоять, как стол подгнивший. Только бы не упасть от сновидений. Почему мы не можем ничуть поменять свое отношение к разговору? С Богом. Даже два варианта молитвы Господня читает всегда только по Матфею, но не по Луке. Что, апостол Лука не так свят? Или Духу Святому не угоден тот вариант, который он записал? Ответа нет и не будет. Мы законсервированы на застой. Для чего мусульманам все зашифровали под арабский язык? У них вообще никто ничего не знает из Корана. Я много с ними жил. Встречался с мылами. Обладание тайной, как у нас, как у шаманов. И поневоле будут идти к тебе, чтобы ты помахал кадилом, чтобы ты поврызгал водой. Живем среди русских людей. И вот тебе рецепт. Врач пишет. И так зашифруешь, что сам не прочитает. Да еще так на бок накрутит буковки. Мне делали операцию, и я не хотел, чтобы кто-то знал. И врач пообещал так написать, что даже не каждый врач мог бы догадаться. Операцию сделали, а я не хотел, чтобы знали и говорили об этом. Никон и Аввакум сошлись между собой в смертельном крище. Когда Никону сказали, что Аллилуйя нужно три раза произносить, а у нас два раза, и доказали ему это под книгом, что тригубить это слово нужно, а не сугубить, то Никон страшно... Да, важно говорить Аллилуйя, Аллилуйя. А трижды Аллилуйя, 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 Слава тебе Боже. То Никон страшно испугался. Как же так? Вчера еще думал, что Бог его слышит, и вдруг, теперь Бог Никона не может слышать. Он не примет его молитвы, потому что припеву не хватает еще одной Аллилуйи. В таком уровне той реформы всей, и все православные веры с ее богослужением, и это патриарх, а что спрашивать с народа? И греки нашли сотни расхождений со своими книгами богослужебными. По слову Божию народ еще не разъединялся, а на богослужебных книгах раскол произошел, да еще какой. Идет богослужение, по телевизору все это показывают. Звонит незнакомый офицер и спрашивает. А что? Полковник один. А что, патриарх сам не умеет-то раздеваться и одеваться? Спрашивает на полном серьезе и так озабоченно. Да нет, может он, он все умеет. А почему же ему расческу подают, пуговки и застегивают полчаса? А народ стоит и безмолвствует. Заблаговестили пуговки? Евангельские поручи на рукавнике привлекли людей к истине. Стоят тысячи людей иностранные атташе, дипломаты. Смотрят все, как он волосы расчесывает, руки моет. Разве для этого у него нет бодуара у Алькова, патриаршего? Пожалуйста. А если бы он был лысый, то тоже скобили бы согласно ритуала, без которого нас ни ангелы к Богу не пропустят, ни Бог нас не узнает. Кто же такой тут пришел с молитвами, с чашами Фимаама? Что думают о нас при этом представления и те, кто знают содержание Библии? Мы же для них худосочные артисты мелкого пошиба, ломающиеся перед публикой, совершенно неверующие сумасброды, пытающиеся выдать себя за полномочных представителей самого Господа Бога, что будто бы без них, этих ритуальных переодеваний, небеса подвернутся железобетоном для молитв осиротерлых землян. Они по-другому и думать не могут о нашем детском игрище. Архиереи, местные, все это видят, и у них амбиции гуляют по головам. Они тоже приготовили блюдечки, на которые будут расческу класть, и будут шлейфы у них по 3 метра сзади носить пажи. Особое искусство нужно этим алтарным пажам, когда его переосвященство или высокопреосвященство ходит иконой и поворачивается быстро, и он должен быстренько забежать сзади, чтобы он не наступил на этот хвост. Как нам это не просто дается, но все же отрихтовали эти церемонии, и нравится это апостолам, в кавычках, переосвященным. Это все папа местного масштаба, а гордыня то та же самая, только ей выплеснуться в семибальный шторм не дает масштаб. Это что, Богу нужно? Или нам необходимо для разогрева? Это вот я говорю, о чем меня за каждое слово можно вот так вот прихлопнуть. Когда поговоришь со священниками, как же они-то бедные себя чувствуют при архиерейских богослужениях, или лучше сказать представлениях, то они говорят, какое там благовение или сосредоточение на молитве, только об одном думаешь, как бы не ошибиться. Такие службы им нужно каждый день для запоминания проигрывать, а они так редки, и потому путаются. И вот уже в газетах восхищенно читательно преподают, как его святейшее святейшество, патриарх Дроздов Ридигер, в Томске, не злился и не кричал, как Гедеон, и не дрался, как местный батюшка при освящении часовни, тушевался и ошибался. Так снисходительно смотрел уставший от боездок по стране Алексий II. А батюшка трясся и спотыкался. Кому бы это еще на конкурс лицидия представить? Смогли дойти до такого кощунства. И мы не понимаем ничего, а нам бы только власть дать. Мы бы этим сектантишкам голову подворачивали. Мы бы этих авакумов сруб бы и на костер гуса. А чтобы проповедовать живое слово живого Бога, на это нет ни подвижки, ни желаний от мертвецов, засургученных славян. Очевидцы рассказывают, что когда Мефодия, архиепистского Омского, убили, то временно эту епархию присоединили к Новосибирске, где царствовал тогда Гедеон Докукин. Прислужники нажрались одеколоны и прочих жидкостей и начали в алтаре прислуживать архиерею. Он одному врезал так, что он выехал на пузе из алтаря и другому вмазал, а не его «Оу! Ахерета хулиган!» Может, давно бы пора навести порядок и в этих ритуалах, и взять наконец-то в руки деяния апостолов, и проверить, что есть у нас похоже на то, что делали наши дорогие братья в первом веке после вознесения Господа нашего Иисуса Христа. «Кажется, что ушел хозяин, и нет ему дела до нас, что тут выкомуривает с нами наши благодетели с широкими рукавами и воскрильями аэродромными. Написано столько книг богослужебных, вот тупикон, да еще буква «И» написана по-славянски, и читается как «У», вот и читай, тупикон. Мы в тупике. Есть это. Ты и молись, но другим не навязывая этого, что будто бы без этих заранее составленных тысячекратно повторяемых радуйся и ширше небес, якобы суху, нам и не добраться до Отца Небесного. «Календарь». Тут указано, что читать именно на этот день. Молитва слов. Мы без него никуда. У нас ум на бекрень, если мы слово свое скажем Богу от сердца. Мы вот вечно молимся, молиться становимся. И если молитва слов не найдем, мы мечемся по квартире. Кто? Где по нему до этого молился? В какой он комнате? Без него мы слепые, калеки безногие, безгласные. «Часослов» – это особая книга. «Смотрите, я их вам все сегодня принес. Два рюкзака полных. Ребят попросил помочь. Все это собирал на скорую руку. И это далеко не все книги, которые я вам показываю, без которых нам до Бога не добраться». «Это я принес специально. У батюшки выпросил все книги церковные». Типикот. «Сирич церковный устав. Правила божественной литургии о причащении и последовании после причастия». А кафисты и каноны – 802 страниц. «Во!» Это только малое число кафистов, а их всего более 500 разных. «Менение общее – 500 страниц». Спрашиваю нашего батюшку. «Знаешь ли ты эти все богослужения? Да откуда я их буду знать? Когда нужно, открой книгу, там все сказано. Отбери книжки, и все кончилось». Спрашиваю. «А есть ли такие, кто это все знает?» «Нет, таких и не может быть, потому что за 532 года богослужения не повторяются полностью ни разу». «То есть цикл – 532 года». «Менее за 12 месяцев, за 1 март только 3 книги большого формата. Зеленые, красочные, сделанные киноварные заглавки. Одна – 480 страниц, 7. Страница первая, вторая – 438 страниц, и третья часть – 518 страниц. Итого на 1443 страницы». Вот и какие данные будут. Я люблю математику, чтобы представить, какие мы грамотные. «Только за один месяц. Это не рассказы, а богослужения. Когда и что прочитать, стоя перед иконами. Ты чтец, учти это. Твой университет педагогический. Это только порошинка по сравнению с этой старообрядческой премудростью. Не могу сказать, равны ли по месяцам. Уже не было времени все это переписывать, и нужно было бы на тракторе везти сюда на занятия все эти книги. Вот ищить просто невозможно для показа вам слепые прихожане. Умножай это на 12 месяцев». Вот Пудрин-то пишет священник-отец Иоанн, когда они собирались и всегда на подводе привозили сундуки с книгами. На подводе. «Также есть книги певческие. Я переплетчик и переплетал их. Красота и лепота церковная тут в них сокрыто. А кто их осмогласник?» 707 страниц. Второй – 668 страниц. Не могу сказать, или это сокращенные, или есть еще. Не могу сказать и того, сколько и всего. Сведения эти далеко не полные. Менея праздничное. Ровно 800 страниц. Псалтырь следованная. 1032 страницы. Вот так. Одна псалтырь больше всей Библии стала. Триот постная. Три Дион. Три Песницы. 750 страниц. Служба на Страстной неделе. 500 страниц. «Был я в Синоди в Нью-Йорке. Там служит архимандрит Арсений. А в сослужить очередь приезжают батюшки. Приезжему. Приезжему батюшню. И его отец Арсений постоянно дергал, поправлял и говорит потом, никто службу не знает. Они только по субботам и по воскресеньям дома правят службу. Это служака настоящий. Вот это батюшка, это Арсений настоящий. Он мне подарил 12 томов Златоуста. Но согласился, что и он знает не все. Вот так. Сели за столом, пригласил. Наливает водку. Все время у него водка. Русская, говорит. Тут уже без примеси. А вот это ты ел или нет? Я говорю, а что это такое? Это лосось. Лосось. Другую рыбу. Вот это, говорит, в Нью-Йорке это продают. Богатырь. Когда я был в Жандарвильском монастыре, и мне это понравилось. И о том я ему сказал. Он сморщился и на меня посмотрел и говорит. Какие это монахи сегодня? Так, шпана церковная. Чтобы это все хотя бы немного понять, существует церковно-славянский словарь отца Григория Дьяченко. 1120 страниц. Большого формата. Это вам не постаральный роман и читать. Так, я говорю, а почему шпана? Так у них что? Книги там издают сейчас. Вот у нас было, да. 400 там коров было, 40 тысяч куриц было. Он перечисляет, сколько было. Ну, я к примеру говорю. Книга разъяснения всего, что на богослужении делается. Симеона Солунского и Новая Скрижаль. И настольная книга священнослужителя. 10 томов. И четвертый том разъясняет все эти предметы и их назначения. И каждый том по 750 страниц. Литургия Иоанна Златоуста. Литургия Василия Великого. Прежде священных дуров Григория Двоеслова. Ектинии, возгласы, молитвы, тайно читаемые священниками. Пение и чтение клерошен составляют только часть того, что священник обязан просчитывать в течение литургии. Служебнику Батюшки. По карману формат он так необходим, что при самом рукоположении священнику вручается эта книга от самого архиерея. Так напечатано. И это для того, чтобы знали значимость этой книги. Значимость. Значимость этой книги велика. А без нее священник как без рук. Не Евангелие вручается, не знание Библии требуется от нового рукоположенного. А вот эта книжица, это все и во всем для Батюшки. А он во всем ее нарушает. Во всем. Я говорю, там написано, как крестить. Все написано. А все делать наоборот. Что такое православие сегодня? Это установив богослужение и требы. Это все. Что такое служба? Это служение, услуга, богослужение и богопочитание по девчонке. Числа. А Ронжи пусть совершит под левитами посвящение. Их пред Господом от Сновы Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. Служение это дело, поступок, занятие, работа. А у нас само слово, понятие службы осталось за смыслом. Ни в один из этих смыслов оно не подходит. Мы пришли, работаем ногами, отстояли. Псалом. Псалтырь дает скоту пищу его, и птенцам ворона взывающим к нему. Афанасий Александрийский пишет, что службой человека псалмопевец называет валов и прочий скот. И во Моисеевом законе написано, не заграждай рта вала молотящего, а валах лепечется бог. В храме Соломоновым было медное море, стоявшее на двенадцати валах медных. Третий царств. Одно море, двенадцать валах на подморе. Означает, что на двенадцати апостолах, на их море проповеди, находится весь мир. Все море людей. Сегодня спрашивается, на валах, то есть на священниках, какое море? Только богослужения, только требы. И этой работы и море, неприплываемое ни кали же никогда. Осень. Это пишется у Лескова. Ни кали же никогда. Ну и Акафис Божья Матерь, Акафис там иконе. А студенты, семинаристы написали, Акафис Матушке Кукурузе. Потому что кормили все время кукурузой их там. Он говорит, Матушка Кукуруза, ты всегда едомая, не кали же изъедаемая. Дальше. Пару Костя, съедите себе правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину. Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Язык проповедника это и есть плуг евангельский. Желая проповедь о жертве Христа, о его победе над смертью. О том, что за грехи наши умер Христос, и кровью своей омыл нас, а оправдал и дал Духа Святого всем, повинующийся Ему. Глава Георгия Теана. Кто верит в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. У нас же ничего этого нет, и мы этого не ищем. А только судя тех, кто откликнулся на призыв Божий и старается заглушить любой зуб благовестия. Это же то самое пророчество Дани Павла о пресвиттерах. Деянин 20 глава, 29 стих. Ибо я знаю, что, по отчасти моим, войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. За собой, что покупаете свечи превратно, то есть извращать все будут. Это все, буквально все храмы покрыты. Ну, может быть, один процент только этим не занимается. Дальше. Зайди в любой храм. Еще долго стоять? Так уже очень наш, значит, скоро домой. Отвел, вроде бы на душе и полегче стало. Разберите одно. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Объясни это одно, и ты увидишь, сколько тут возвышенного, глубокого, страшно важного. Ну, это превратилось в ритуал, в бормотание, в заклинание, в оберег языческий. Вот, когда я приехал, а тетя Тоня была, она в Тобольске, а там, говорит, отец Николай на кладбище служит. Ну, и он ревностный такой. Вот бабка заходит, говорит, оттуда, говорит, дверь, ударилась дверь, говорит, и бабка оттуда вылетела пробкой-то. Ой-ой-ой, какой поп, говорит. Вторая заходит, и вторая, как будто грязную тряпку вышвырнула. Третья тоже. Ну, я, говорит, вся собралась. А захожу. Эй, такая же. А ну, перекрестись. Я говорю, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. А где ты так научилась правильно крестить? А ну, считай, святые Божии. Она святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Налево помилуй-то. Правильно. Ты, сестра, откуда такая приехала? А он учит их так. Ну, архиерей решил его как-то проведать. А то он в одних трусах, выпивши, открывает дверь. Ну, с чего стучишь-то? Ой, владыка, прости меня, я тут жарко было, разделся совсем. Разделся. Жалобу на тебя, отец Николай. Дальше. Мы едем мимо Николаевских, говорит, тут отец Василий служит. Он один такой, священник такой. А чем он? А он отпевает и причащает абортированных. Да как, он же мертв, а распашонку приносит, он распашонку причащает, говорит. А как, перед храмами и дверями надо зарыть жареного петуха. И потом его, говорит, в шестом доставать оттуда. Вообще, нелегко. Спасение. Так его запрещал, говорит, неоднократно. Там был тогда митрополит Сергия Одесский. Давай. Первоездры. И поставили священника по отделениям их и левитов по очередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. Прочтите третий том, шестом первая страница. Настольные книги священного служителя. С кем бы ни говорил, и все удивляются, как это пропустили, напечатали. Жидовьё, говорит, везде захватили, а это пропустили как? Везде патриархии жиды. И это надо же, пропустили. И это, говорят, вплоть до архиереев. И сказано там о том, что Серафим Саровский три дня молился о русских нечестивых архиереях и священника, и что Бог ответил ему, что не пощадит их и не помилует за то, что вымыслами своими заменили истину Божию. Получается, что как только рукоположение получил, так ему в руки квиток. Готов пойти в ад. Готов пойти в ад. Златоуст говорит, большая часть священника погибает. Разве про это попы не знают? Почему же не пытаются даже головы поднять повыше, чем смотрит мир? Служение означает идол, Четвертое Царство. И сказал Июй, назначьте праздничное собрание Ради Вала. И провозгласили собрание. Я прочитаю назад. Почему же не пытаются даже головы поднять повыше, чем мир смотрит? Повыше, чем мир смотрит. Выражение-то другое меняет смысл. Первое Маковецкое. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Григорий Дьяченко объясняет. Служение – это религиозный обман, ложное представление чудес. О происхождении молитвы Святой Божией читаем в Жития за 20 октября. Ввиду всех при перенесении мощей было восхищено дитя воздух. И один час находился там и рассказал, что он там видел. И тот час умер. То есть слышал, как там пели святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. А эти добавили тогда, помилуй нас. Там же ангелы, их еще милуют они. А армяне добавили, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, распныся за ны. И мы сразу православно признали, что это ересь. Даже небесная. Вот возьмите, отче нас считает. Нельзя добавлять ни одного слова к Слову Божию. Это написано в притче Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не перебавляй к сломам его, чтобы он не обречил тебя, ты не оказался лжецом. Я спрашиваю батюшку. Я говорю, зачем ты добавляешь-то? А где я добавляю? Ну, считай. Он что-то споткнулся маленько, а потом... И ты... Ибо твое есть царство, сила и слава. Ибо твое есть царство отца и сына и святого духа. Зачем отца и сына и святого духа? Зачем мы вставили в молитву Господнюю это? Это я знаю от страха нечеловеческого, который Арий на вас навел. Ну вот все по теме богослужения, что сказал. Теперь найдите, где такой полный материал по богослужению был. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Сегодня у нас 28 марта 2016 года. 28, 29, 30, послезавтра будет житие святого Алексея. И как? Божьего человека. Божьего человека. А остальные как будто нет. А что он сделал? Послушные родители верующие христиане, там, Епифания, и мать. И он женился, и, видимо, ночью в окно форточку открыл, говорит, и выскочил. И она всю жизнь, молодая невеста, составилась и сидела. Он устроил муку всем. Божий человек. Там ни одного шага, миллиметра не было по-божески, по Евангелии. Вообще не было. И, наконец, поселился дома в конуре или где там жил. По-моему ему вылили. Мать всю жизнь впечатлилась. Он ему муку устроил. Самый настоящий садизм, мазохизм. Да что вы, от него благоухание. Да сатана какое угодно благоухание сделает-то. Я говорю, ты об меня один и говори. Обратите такой разговор, я просто говорю. Его звать Алексей, а у меня сегодня день ангела. Я говорю, а почему? Так я же Алексей. Ну, а как Алексей, Божий человек. Празднование святому, это подражание ему, Златоуз говорит. Ну, ты хотел его подражать? Конечно. Я говорю, у тебя дети есть? Да, у меня дочка есть. Ну, она замуж-то не вышла? Нет, выйдет. Дружит с мальчиком с этим, хороший мальчик. Я говорю, ну, представь, она вышла замуж. И в ночь, когда вы же в церкви повечались, пришли домой, он бежит и навсегда как убежит. Ну, такой, Алексей-то он так сделал. Да своими руками задушил бы. Ничего себе. Так это же твой святой. Вот к чему приходит незнание жития святого. Алексею Божьему человеку подражаете. Это все равно, что Марии Египетской подражать. Это 47 лет, ни одного шага евангельского. А Мария Магдалина, апостол для апостолов. И житие ее не считают в каноне Андрея Критского. Почему? Не сходится. Я считаю, не безболие сатаны все это перевернуто вот так. А какой образец? Апостол Павел, пророк Иеремия, Михей. Сколько таких есть ревнителей, дело Божие. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.